Так, еще раз всем добрый день, уже наверное, да, не доброе утро, может кому-то и доброе утро. Сегодня вебинар проведу для вас я, да, директор по развитию бизнеса компании Джереля Старун Оксана. И расскажу вам сегодня свою такую я историю, то есть свой путь до статуса директора, да, до дохода более 10 тысяч евро в месяц. Вот, и давайте, чтобы время не терять, да, мы начнем сразу. Вот, как все началось? Началось, как и у многих лидеров нашей команды, да, 90% нашей команды этой мамы в декрете. Я тоже пришла в компанию, когда была в декретном отпуске, только у меня ситуация была такая, что декрет уже заканчивался, да, и нужна где-то была какая-то работа, думать о работе, по крайней мере. Вот, и, ну, в принципе, заинтересовали возможности, да, и судя из того, что я всегда мечтала самореализоваться, потому что до декрета я не могла ни в чем себя найти, где я не работала, чем я не занималась, мне ничего не нравилось. И как бы хотелось себя найти, да, где-то уже остановиться, то, что бы мне нравилось, я помню, когда-то говорили часто, работу нужно любить, на работу нужно ходить, да, и просто ей восхищаться, чтобы это было интересно, это будет приносить результаты, и это будет в удовольствие. К сожалению, у меня таких работ не было, думала, может, я не такая, но я себя нашла именно в сетевом бизнесе, вот, всегда мечтала о бизнесе, у меня, можно сказать, вся семья бизнесовая, да, поэтому, как бы, для меня, то, что у меня не будет своего дела, это меня уже смущало, какие-то были тараканы в голове, поэтому я стремилась к этому, искала возможности. Те, которые мне предлагали в обычном бизнесе линейные, мне не подходили, вот, ну, плюс декрет, ребенок маленький, когда-то я его начну строить, а жить-то хорошо, хочется сейчас, да, вот, всегда мечтаю о финансовой независимости, всегда этого хотела, да, сейчас, как бы, уже на пути к этому, уже сейчас ситуация намного изменилась в финансовом плане, вот, ну, хотелось жить, не отказывая себе хотя бы в мелочах, да, вот, поэтому, как бы, это еще одно начало, моего пути в сетевом бизнесе, ну, и быть успешной, да, иметь статус, признание, это, я думаю, желает каждый человек, каждая девушка, вот, поэтому, ну, может, не каждая, не знаю, но, как бы, я-то считаю, что это классно, вот, и к этому тоже я шла, пришла, наверное, скорее всего, да, и идем дальше, вот, ну, и в то время, когда я была в декретном отпуске, было желание зарабатывать дома, то есть, ребенок маленький, доход нужен, бегать на работу, такой возможности нету, потому что ребенка, когда он болеть будет, нету на кого оставить совершенно, да, родители далеко, вот, ну, а с мамой, с которой мы живем здесь, она болеет, поэтому, как бы, за ребенком смотреть, она не в состоянии в постфизическом здоровье, поэтому, я не представляла себе той картины, как бы, я бегала на работу, и еще за ребенком, и домой, и, ну, в общем, мне было от этого страшно, вот, поэтому искала возможности заработка дома, и слайд, сейчас, так, вот, так, следующий слайд, почему я выбрала компанию Джереля, да, многие знают, что я работала в другой сетевой компании, то есть, у меня два года декретного отпуска ушло на построение бизнеса в компании Reflame, компания хорошая, как бы, продукция хорошая, да, ну, ничем не хуже компании Джереля, результаты у меня там были, команда была, система работы была, то есть, я не скажу, что я там страдала, да, но были свои нюансы, был долгий результат, и я понимала, что мне нужно будет еще год-два для того, чтобы выйти на стабильный доход, которым я могла бы оформиться в компанию, и меня, как бы, на то время, когда уже декрет подходил к концу, меня это не устраивало, да, и уже, в принципе, у меня дома разговоры пошли от мужа, то ли ты идешь, когда это у меня был, январь 16-го года, пошел дома вопрос, что либо ты стараешься и зарабатываешь в Reflame, либо ищешь какую-то другую работу в интернете, да, или же готовься октябрь-сентябрь в этом году идти на работу, ну, это на рынок, это к брату, для того, чтобы изучить все азы линейного бизнеса, да, ну, я не знаю, в общем, туда идти работать, ну, опять же, я не представляла этого всего, потому что с ребенком маленьким, тем более холод, все знают, как оно на рынке, вот, и, в принципе, начала искать компании, где бы я могла зарабатывать, первое, что я искала, это минимальный личный заказ, то есть, чтобы не было большого заказа, чтобы, ну, как бы мне хотелось работать без продаж по каталогу, а так как личные заказы большие, это способствует к тому, что нужно покупать, а если не хочешь продавать, постоянно закупки делать домой, это и невыгодно, и много продукции, как бы мне это было неинтересно, вот, поэтому встретилась мне компания Jirelia, тогда Вселенная меня, наверное, услышала, вышла компания на рынок, и когда ей уже год был, я присоединилась в эту компанию, сюда, да, вот, для меня это было что-то новенькое, конечно же, ссылаясь на те мнения, которые я слышала о компании, не очень хорошие было стремновато, да, но, как бы это меня не остановило, потому что знала, куда зайти, в чем разобраться, в фактах конкретных, да, я оценила возможности в компании Jirelia, ознакомилась с договорами, высчитала полностью весь, пересчитала и вдоль и поперек маркетинг-планс, как бы сравнила с другими компаниями, для меня здесь было просто великолепнейшие условия, да, что быстро вот так собирать команду и работать без продаж, вот, свободный рынок, меня это подцепило тем, что можно очень быстро команду собрать, как компании люди не знают, это новинка, люди на новинку всегда идут, да, сама идея компания, производитель то, что Украина, да, когда познакомилась с продукцией, я просто в него влюбилась, потому что я аллергик, я не ожидала, что для меня даже тушь подойдет, которую я никогда не могла нормально краситься, да, потому что меня то печет, то опухает, то еще что-то, поэтому, как бы, были свои нюансы, конечно же, в компанию Jirelia я не сразу поступила работать, да, вот, дальше я вам в этом расскажу, вот, понравилась мне здесь система обучения, то, что всегда есть поддержка команды сверху, есть наставник, и так как я в той компании работала без наставника, для меня наставник это было спасением, я чувствовала себя под крылом, и меня это очень сильно стимулировало к работе, в принципе, это очень были все мои факты в старте в компании Jirelia, но, как бы, приступила к работе, я не сразу, вот, июль 2014 года, вообще, мой путь в сетевом бизнесе, да, уже больше, насколько, это 4 года уже получается, да, что я в 2014 году пошла в компанию, Reflame работала, в январе 2016 года зарегистрировалась компанию Jirelia, просто зарегистрировалась, так как были сомнения, и, ну, как-то не хотелось оставлять ту компанию, да, ну, то есть, были команды же там уже, ну, то есть, были свои причины, вот, ну, когда вот до лета результата, там, как бы, увеличения результата не было, все было стабильно, все-таки приступила я в августе к активной работе, даже не в августе, в моем месяце 2016 года мне наставник позвонил, сказал, ты идешь на терминацию, то есть, уже 3 каталога или 5 прошло, не помню точно, вот, привет, привет, Марин, и, как бы, ну, нужно было сделать первый активационный заказ, как мне позвонила моя Оксана, я не знаю, это, наверное, была судьба, вот, и я вот это столько в моем месяце познакомилась с продукцией, сделала минимальный заказ, пошла обучаться, конечно, да, ну, в принципе, как бы, разбиралась, сравнивала, то есть, много времени ушло на то, чтобы я решила, ну, как решила, не то, что решила, просто были какие-то сравнения, плюс неудачный опыт, и получится или не получится, то, ну, как бы, были тараканы, да, но конец декрета поджимал, петушок клевал, да, надо была работа, туда не хочется, и искала, ну, искала пути уже здесь. В 16-м году, в августе, приступила к активной работе, вот, в декабре 16-го года я оформилась в компанию, заключила договор, вышла на доход с командой в месяц где-то около 5 тысяч больше гривен, был у нас тогда оборот где-то больше 40 тысяч, мы шли по программе 3060, что, я помню, была такая программа, кто помнит ее, тоже знает, да, вот, в феврале 17-го года я стала, вышла в статус старшего менеджера, с командой мы сделали больше 50 тысяч групповой оборот, за 3 недели был доход 3000 гривен, вот, ну, как бы, уже декрет у меня, получается, в январе еще закончился в 17-м году, я спокойно уже работала дома. В декабре 17-го года статус директора мы открыли, да, зарплата 9 тысяч гривен в каждые 3 недели, и в феврале 18-го года мы этот статус подтвердили, получила я 10 тысяч гривен премии за подтверждение, фотосессию, на которую собираюсь, да, и, конечно же, у нас в команде выросли менеджеры, старшие менеджеры, то есть команда разрослась, лидеры подросли и сейчас как бы двигаемся дальше. И, смотрите, с чем я столкнулась на старте более подробнее, да, это работая в компании джерелья. Сомнения были у меня по поводу того, получится ли что-то в сетевой компании, потому что уже как бы 2 года опыта, плюс со стороны мужа были негативные такие отклики, да, опять влезла туда, опять сидишь теперь в джерелье, то есть муж был против, как бы в Арифлейме еще как-то так, да, но уже в джерелье уже его просто, уже его распинало, были ссоры, ну, как, я думаю, у кого мужья против, все с этим сталкивались, да, и все сталкиваются, ну, у кого муж за, это очень классно на самом деле, поэтому у меня было наоборот. Что мне помогло вообще изменить ситуацию, да, в сомнениях? Во-первых, это рост моих лидеров, во-вторых, это конкретные факты про счет маркетинг плана, то есть общение с наставниками, общение на техподдержку, то есть я выясняла те вопросы, которые мне, ну, меня смущали, да, я уже не помню конкретно, что это было, но это было в основном по результатам, когда я смогу зарабатывать, да, какие-то организаторские моменты в компании меня не беспокоили по продукции, тоже я не переживала, вот, но у меня, вот, именно система сама получится или нет. Ну, увидев результаты лидеров наставников, думаю, если она смогла, почему я не могу. С мужем пришлось договориться, попросить у него 4 месяца времени на то, чтобы я развивалась, да, показать ему результат и принести к Новому году деньги, если нет, то я уйду. Конечно же, пришлось мне после этого пыхтеть, работать, стараться, да, как бы приложить усилий, вот, ответственно ко всему отнестись, потому что то ли, либо я пообещала, когда говорили с мужем, я ничего не делаю, сижу себе просиживаю 4 месяца, да, или я действительно работаю и показываю результат. Ну, мне это удалось и, слава богу, все настроилось, да. Дальше, когда начала работать, было много регистраций, потому что рекрутировать, по сути, в принципе, ну, и по диалогам не умела, конечно, вести, рекрутировала я как могла. И видео скидывала, да, людям, и тексты писала, то есть все, как, и большие тексты скидывала, то есть у меня был порыв, у меня было стремление, и это самое основное, как бы ты ни писал, что бы ты ни делал. Регистраций было очень много. Было моменты, что боялась о заказе говорить, да, поэтому люди не делали этих заказов. В каталог по 30 регистраций были моменты те, которые я не знала, что делать с людьми дальше, потом с людьми научилась, что делать, уже разобрала, прописала и систему для своих, да, своей команды, столкнулись с тем, что в глубине люди передают не те знания, то есть нет дублицирования, боролись с этим. Ну, в принципе, это такие самые первые причины, да, и то, что с тем, с чем люди все сталкиваются в сетевом бизнесе. Страхи, страхи, а что будет дальше, страх вот это больших денег, суммы, большие обороты, да, как бы это тоже страшило. Ну, и страшно было вообще подумать только о вебинарах вот этих, долго я их не могла вести, конечно, страшно все, созвоны. То есть, ну, было страшно принять систему, потому что много чего я никогда не делала, даже те самые первые звонки. Я никогда людям не звонила, и мне это было просто ужасно страшно, да. Ну, в принципе, как бы то, как я приняла решение потрудиться и готова была делать все, лишь бы у меня только за 4 месяца был результат, ну, приходилось с собой договариваться, пробовать, и главное начать, оно потом все отходит, да, проходит все страхи. Вот, отсутствие саморазвития, мало читала, мало смотрела видео, ну, как бы такое было основное, то, что есть, то и есть, все, мне больше ничего не надо, да, и это неправильная позиция, потому что уже когда команда появлялась, я понимала, что у меня тупик, я не знаю, что мне преподнести команде, у меня не было идей, но как лидер, я считаю, что лидер всегда на шаг должен быть впереди команды, то есть, какими-то новыми идеями, страх, вот этими предложениями, да, может, какие-то фразы, тексты, вот, откуда это я все беру и брала, да, это дополнительное чтение по 10 минут в день, буквально, ну, хватит, если каждый день эта система, это уже результат, за 10 минут чтения в день, да, можно за 2 недели книгу прочитать, если не заменьшим, вот, потом, что еще, видео смотрела и смотрю сейчас, каждый вечер у меня 1-2 видео, и не просто посмотрю, а, хорошо, да, там, конспект, у меня миллион блокнотов, еще не считаю тех, которые малой порвал, да, когда был маленьким, мамино обучение проверял, поэтому это все, как бы, ну, это саморазвитие, это желание знать, уметь, понимать, и, ну, вебинары тоже, без этого, я не ходила на вебинары, помню, и много раз с этим уже на пути к статусу директора сталкивалась, я считала, что я буду смотреть в записях, ну, были дни, когда, реально, я не могла попасть, но были дни, которые просто я не хотела, я посмотрю в записях, да, но если меня там не видят, то как, как будут мои люди ходить, как бы, и плюс оттуда, все равно, хоть я это и знаю, но каждый человек рассказывает какую-то тему, и дает свои эти слова, да, слова-сочетания, предложения, как можно это по-другому рассказать, ты это уже берешь к себе, берешь на практику, и уже у тебя разнообразие, что-то новое и интересное, вот, не соблюдение дубликации, постоянно изобретение велосипеда, то есть ту систему, которую мне Оксана предложила, какое-то время я по ней поработала, мы рванули, да, потому что все передавалось, все в чистом виде, как оно есть, дальше после этого я, мне хотелось себя проявить, хотелось чего-то другого, нового, да, остановился рекрутинг, вот, ну, об этом дальше, почему мы там застряли на статусе старшего менеджера, да, вот, и, как бы, да, изначально тоже помню, я, как бы, не совсем принимала это все, то есть по-своему, все, когда, вечно все по-своему, вот, только как-то начиналось это все придерживание системы, которую дают сверха, потому что там люди растут, и ты их придерживаясь, и таким же чистым видом передаешь команду, вот, вот это реально те дни, вот эти моменты, когда мы растем, и я считаю, это важный момент вообще в развитии команды и сетевом бизнесе, это соблюдение дубликации, вот, что мне быстро помогло собрать команду, да, во-первых, желание зарабатывать в компании Джереля, я на то время помню вот эти, да, мы все знаем, как на старте компания развивалась, как вот это много чего говорили, потому что компания конкурент, компания большой конкурент, и, видя то, что я разобралась сама, я вижу, что здесь реальная перспектива, да, попробовала при этом поработать, я увидела результат, дала себе время, как бы, все, и после этого я сказала, все, меня не интересует, кто там, что там говорит, я иду туда, куда я уже нацелилась, я не хочу стрыбать туда-сюда, потому что это результат не дает, вот, и остановилась, все отбросила, все мысли, все мнения, все там сплетни, да, и, как бы, уже четко приступила к работе, именно фокус на одно, на перспективы, потому что я их видела, я их понимала, и, ну, было время мне в этом разобраться, взяла ответственность за свой результат, и мы поехали, да, мы полетели, просто, вот, вот, цель была найти лидеров, обучить людей, и, в принципе, сейчас то же самое, да, обучать, передавать все в глубину, в чистом виде, пытаться это делать, чтобы был, сохранить эту начальную систему, и был результат, была у меня цель не выходить с декрета на наемную работу, ну, это цель, которая действительно меня двигала, да, есть многие говорят, и я не хочу с декрета, ну, понятно, этого никому не хочется, но двигает ли вас эта цель, заставляет ли она вас подниматься в 6 утра, после того, когда ты ложишься спать в час ночи или в 12, да, то есть, как бы, ну, я понимала, что если я 4 месяца активно поработаю, не жалея себя, приложив, ну, непонятно, что не сутками, а по времени, потому что семья тоже есть, вот, то у меня все равно будет результат, но я в это верила, и я к этому шла, вот, и плюс планирование дня, это график работы, это планирование четкое, что сделать по работе, по семейным делам, даже график работы у меня, наверное, полгода висел на холодильнике, для мужа, чтобы он понимал, когда я ему время даю, ребенку, да, чтобы он не делал, что ребенок не брошенный, когда я работаю, когда у меня семейные дела какие-то решаются, то есть, я не дома, да, чтобы он, потому что у него, он день на работе, он думает, что я тут сутками сижу и больше ничего не делаю, да, как бы, ну, и, в принципе, он это видел, что и там делается, и там, и тут, но, как бы, я же говорю, нужно было потрудиться, но ради этого можно было изначально, но, как бы, это организация работы, вот, следование системе обучения и сопровождения, то есть, приняла то, что дали и погнали, да, и все, элементарные вещи, посещение онлайн-вебинаров, созвоны, посещение созвонов, сбор созвонов, чтение книг, просмотры видеороликов успешных людей, то есть, общение с наставниками вышестоящими, со всеми, да, и Юля Греченко, и кто у нас там, то, Оксана, то есть, да, со многими мы общались, и в чатах переписывались, и многое кому писала с других команд поджерели, и как вы это делаете, то есть, как бы, мне было это все интересно, вот, ну, и, в принципе, активный рекрутинг, система действий, да, то есть, каждый день я сажусь за работу, я понимаю, какие мне действия сегодня нужно сделать для того, чтобы сегодня у меня уже была регистрация, был результат, конкретно по обороту, конкретно по работе с новичками, по командной работе и так дальше, ну, понятно, за день все не успеешь, как бы, распределяешь на определенные дни, и рекрутинг, это был на первом месте, то есть, я утром встала, меня сразу, я иду рекрутирую, потом все остальное, работаю я на результат, и с самого первого дня я не отрабатываю статистику, это уже статистика пошла, когда, ну, вот, я не знаю, как-то вот в заданиях стали писать статистика 40 диалогов, да, или там, я не знаю, сколько, 41 сообщений, там, 10 диалогов, такой мы тут писем, да, но это как бы примерные цифры, у каждого они разные, я никогда не ориентировалась на эти цифры, у меня эти цифры всегда больше получаются, вот, у меня результат, если я сегодня встала, я сегодня две регистрации должна сделать, я спать не лягу, пока их не сделаю, как мы делаем на наемной работе, идем, если нам начальник там скажет, сделай две регистрации, приведи два новых человека, иначе ты, там, минус тебе в зарплате, или доплаты не дам, мы же, как бы, мы будем сидеть до последнего, мы домой не пойдем, пока мы не сделаем, или мы будем делать работу в течение дней так, чтобы у нас была регистрация, согласны со мной? Напишите в чате, так же самое и дома, да, я не ложусь спать, пока я этого не сделаю, так, пишем, да, да, ну, на самом деле оно так, то есть это уже ответственность за свой результат, да, за свою работу и так дальше, обязательно общение с командой, что это значит? Ну, не о погоде, не о мужьях, да, мы общаемся с командой, мы конкретно общаемся о том, что я делаю, то есть, ну, поделиться опытом, да, мы спрашиваем, а как ты делаешь, а ты звонишь, а как ты звонишь, да, например, если это новичок, то есть мы интересуемся действиями, которые делают наши лидеры, то есть для того, чтобы уже не утратить дубликацию, хотя бы процентов на 90 ее сохранить на 80, да, по максимуму стараться, вот, поэтому как бы общение идет через конкретное задавание вопросов, а что ты делаешь, а какую ты информацию даешь, да, и уже на фоне этого мы делимся своим опытом с командой, вот это как бы работа идет с командой, ну, обычное общение, только через общение по-другому никак, все остальное зависит от человека, система есть, ты ее принял, ты ее работаешь, ты ее не принял, идешь, разбираешься, кучу дел на себя нахватал, а тебе наставник говорит, тебе нужно вот это сейчас, вот это, давай по порядку, а он делает все, что угодно, то понятно, здесь как бы и человек уже запутается, и он устанет от этого всего и уйдет, да, как бы, ну, а в принципе принятие системы тоже, ну, и от нас, наставникам это тоже зависит, смотря как преподнести, поэтому с командой общаться нужно обязательно, команде люди не будут вам звонить, и вас вот теребонить, что вы вот такая богиня, да, и к вам будут стучаться с вопросами, а вот мне никто не звонит, были у меня такие моменты, но я для себя понимала, это нужно заслужить, показать себя, да, чтобы тебя звонили, чтобы тебя спрашивали, результатом показать, какие-то идеи, да, какие-то мысли, наставления, может быть, то есть это все через практику, через опыт, и то, я скажу вам сейчас, ко мне сейчас, ну, очень, ну, есть звонки, есть, да, но как бы так, как вот бывает, многие, да, знаю, с других структур вообще, с других, ну, не с нашей, не знаю, у нас есть, может, нет, не знаю, в общем, с других структур знаю ситуацию, что там просто сидят, и вот они мне не звонят, вот они такие пересеки, да, а что ты сделал для того, чтобы ты с ними общаться, ты передаешь, ты планируешь, ты так дальше, да, вот, поэтому, ну, было и у меня это все, такой корона там, да, надевается, то есть в сетевом бизнесе корон нельзя, здесь нужно, если я работаю, я работаю со всеми, я общаюсь, я доношу, планирую, спрашиваю, интересуюсь, как бы до третьей линии, как всегда вот нас обучают, первый лидер в первой линии, второй, третий, здесь нужно по максимуму вложить в этих людей, и стараться как-то помогать этим лидерам, передавать такую же дубликацию, еще ниже, да, в глубину их треть, там, трем поколениям, вот, и это как бы работа с командой, ну, это отдельная тема вебинара, тут уже, в принципе, не будем углубляться, вот, желание научиться вести групповые созвоны, чаты, вебинары, я помню одно время, когда мы вышли в статус старшего менеджера, у меня был ступор, я говорю, Оксана, что мне делать, у меня ступор, я понимаю, что мне нужно какое-то саморазвитие, нужно чему-то научиться для команды, и первым это было ведение чата, я говорю, научи меня, я помню, тогда встала сдавать задания, ну, как рекомендации в чаты кидать, учиться, да, было всякое, пальчики в мете скидывали, может, кто-то помнит, помнит в рекомендациях, поэтому, ну, как бы, это все через обучение, я собирала групповые созвоны для новичков с Оксаной, даже если там не было наших новичков, я постоянно собирала людей с целью, чтобы решиться вести их сама, чтобы научиться перенять опыт в Оксану, мне было это интересно, ну, и вебинары хотела, боялась, но пришлось, да, ну, не то, что пришлось, просто я поняла, что без этого никуда, потому что, как бы, люди на нас смотрят, и только через вебинар можно донести какую-то информацию, да, показать, рассказать, вот, почему засиделись мы в статусе старшего менеджера, цель была достигнута, не выходить на работу после декрета, да, и, как бы, дальше уже цели у меня не было, ну, как бы, денег хочется всем, и зарабатывать хочется, а зачем, ну, вот, что тебя такое бы сейчас стимулировало бы к работе, ради чего ты сейчас работала, да, такого не было, я помню, с Оксаной мы долго об этом говорили, я не могла найти, что мне надо, а потом уже, когда я вот эти 50 хочу прописала, и каждый день дополняла этот список, новыми хочу, и каждый день их читала, я поняла для себя, что я много чего хочу, у меня много целей, да, я вспомнила о своих желаниях, вот эти суету всякой жизненной, вот эти бытовухой вот этой, да, и всем остальным, вот, ну, и постоянным акцентом на работу, рекрутим, то есть, как бы, об этом забываясь, потому что суматохи постоянно, вот, и как-то, вот, вроде бы компьютер поломанный надо, вроде бы одеться надо, и все так надо, да, я выбрала одной, то есть, я обдумала эту цель, мне нужен компьютер нормальный, потому что, если у меня сейчас он поломается, с телефона я не смогу эффективно работать, потому что, ну, как бы, и таблицы, и все, телефон слабенький, то есть, если телефон нормальный, сильный, то, ну, в принципе, ну, мне неудобно, это не то, я привыкла к экрану, да, к клавиатуре, все, мышкам, вот, поэтому, и были моменты, когда компьютер ломался, это как-то испытательные сроки для меня, да, вот, поэтому я уже здесь конкретно нацелилась, что это мне надо, и мне нужно, значит, закрыть статус директора, получить премию, чтобы без кредитов купить эту всю аппаратуру, вот, я тянула тех, кому сетевой вовсе был неинтересен, то есть, вроде бы, человек пришел, ему, да, да, все интересно, потом он куда-то сливается, сдувается и так дальше, понятно, где-то, может, я не доработала, но, как говорится, сетевой для всех, но не все для сетевого бизнеса, да, вот, и я не умела выявлять активных людей, и я прям насильно вот так вытягиваю, ну, давай уже там это делать, ну, это же тебе надо, когда я это их людей отпустила и стала набирать новых, общаться с новыми, пришли активные люди, мне стало намного интереснее и намного мотивированный я была, да, потому что новые люди, это всегда что-то новое интересное, новые эмоции и так дальше, вот, я почувствовала, когда это активный человек, а когда это люди, которых ты реально тянешь, а бессмысленно, ты тратишь на них просто время, постоянно уговаривая чему-то, а он сидит себе и не делает, понимаете, это тоже, ну, как бы, идем с теми, кто идет с нами, вот, изобретение велосипеда, зацикленность на групповом товарообороте, то есть, я только обороты считала, я не считала, сколько я получу зарплаты, для меня был оборот 60 тысяч, это, ой, блин, опять, ну, то, что я получу 4 тысячи с этого уже, да, уже плюс доход, ну, как бы, ну, после декрета, декрет сейчас в сумах, я не знаю, по 4 тысячи и зарабатывают, но люди же бегают сутками на работе, работают, а я просто дома, когда переключилась на доход, и цели были повысить доходы, тогда было уже, как бы, оно как-то пошло в строй, да, побежали просто, ну, потому что стимул, мотивация, опять же, боялась статуса директора, многих нюансов, потому что это общение с руководством компании, да, и меня как-то это страшило, но на самом деле, там никто не кусается, все такие доброжелательные, всегда все подсказывают, так, ну, очень, какое-то уважение к тебе, да, ну, вообще, ну, мне нравится, например, и я летом, в 2017 году, зациклилась на личном бренде, то есть, сейчас многие знают, что работа без спама, вот эти видео у нас на YouTube канале прогрессируют просто, да, я тоже думаю, о, я попробую, там, как бы, обучение какие-то покупались, проходили, сидела, писала посты, работа без спама, и так дальше, короче, я крутая, да, ну, писали люди, хотели обучения, но, это были люди с других компаний, они не хотели переходить к нам, потому что, они говорят, мне нравится здесь все, почему я буду куда-то идти, научи меня, а чему я научу, и вообще, да, то есть, как бы, не пошло это дело, все-таки, выслал сообщение, пообщался быстро с человеком, по телефону, голосом, там, переписки, и вот тебе уже диалог, вот тебе уже человеку рассказал, и вот такой метод, я перешла на него, и опять мы пошли расти, потому что мы тогда рванули быстро, 60 тысяч на 102 тысячи прыгнули, да, один каталог, потому что я все отбросила, я не хочу вот это тратить время, личный бренд, это дополнение, как к системе, какой-то работе, да, но не отдельный метод, который принесет вам уйму регистраций, есть специальные воронки, платные, бесплатные, но, у каждого они работают по-разному, это тоже много усилий приложить надо, ну, в общем, все-таки метод, первого сообщения, это лучше всего, это как по мне, я на этом расту, росла всегда, да, и я не замарачиваю, даже вот бывает пишут в переписке, ну, вы же директор, что же вы спамом занимаетесь, я говорю, зарабатываю, а что там, кто там говорит, мне говорят, все равно, я расту на этом, я этим горжусь, я это буду делать дальше, все, а там все, ты сидишь, бренд пишешь, и что ты с этого имеешь, ничего, а я расту, да, как бы результаты, поэтому, ну, здесь мнение, отношение свое, многое зависит от вас, вот какие могут быть, и что бы я рекомендовала, да, каждому новичку, каждому лидеру, во-первых, поставить себе цель, да, ради чего вы будете учиться новой профессии, ради чего вы будете тратить время на это, прикладывать силы, да, то есть, как бы новому учиться, а новому учиться, это какой-то страх, дискомфорт, выходишь из зоны комфорта, и так дальше, поэтому, если нету конкретной, вот я говорю, материальная цель должна быть, купить, ну, квартиру это много заработать, надо, да, а уже такой телефон, там может быть для работы надо, компьютер, может даже сам элементарно одеться, или просто кушать нормально, или там какой-то кредит погасить, это уже цель, да, и если прописать эти цели на каталогах 6 вперед, по оборотам, по зарплатам, то это введение пути, да, и ты понимаешь, как к этому идти, ну, и в принципе, всякие упражнения, их очень много, поэтому это игнорировать нельзя, напишите, сколько хотите зарабатывать, да, куда вы будете деньги тратить, потому что, если, например, 10 тысяч, это сейчас, ну, такой самый, как раз, мне, например, нашей семье, 10 тысяч, как раз тютелька в тютельку хватает для того, чтобы прожить, ну, три недели, да, поэтому, все дорогое, так бы, у каждого запросы, да, потребности, семья большая, поэтому, и то бы, ну, как бы сказать, этого и не хватает, хочется больше, идешь к большему, да, вот, когда уже будешь зарабатывать по 50 тысяч, ну, потратишь ты там 20 тысяч, один, а эти 30 останутся, еще раз 50, если, в общем, каталоги заработаешь, еще там какую-то десятку потратишь, а куда остальные деньги будут, деньги любят движение, да, их куда-то нужно вкладывать, взамен, чтобы получать, ну, система их какая, вот такая, вот, если начали делать, то доведите его до конца, хуже точно не будет, то есть, если вы приняли решение поработать, на результат, не просто, лишь бы статистику отработать, вот, 5 делов провела, я сижу, складываю ручки, потому что, вот, нету, разберитесь, почему нету, попробуйте, блин, общаться по-другому, там может быть, ну, как бы, ну, я не знаю, причин может быть много, но если цели нету, то не будет результата, потому что стремления нету, от стремления зависит многое, вот, и, ну, взять ответственность на себя, потому что, только так можно довести дело до конца, и все, и если что-то не получается, разобраться, дергать наставников всех подряд, вот, примите решение, полгода активно поработать каждый день, то, что я уже говорила, да, пропишите сначала наставникам четкий план работы на каждый день, что вам нужно делать, следуйте рекомендациям наставникам, то есть, как вас, то, что он вам говорит, мне Оксана, когда сказала сделать, я все бросила, быстро сделала все, ну, как бы, все бросила, если там можно это все оставить, да, на несколько минут, я сделаю это всегда, и это мне приносит новые знания, новые навыки и результат, соответственно, да, и я всегда то, что дают мне, передаю, стараюсь в глубину, чтобы это было цельно, да, ну, вот, ничего не разравнивать, не убрать, ну, как бы, всякая мелочь, это уже важность, и только мелочи, где-то с какого-то там шага уберешь, что-то, все, уже пойдет не так система, ну, к примеру, если, да, поэтому я всегда старалась вот именно принимать то, что дают и передавать то, что дали мне, вот, не изобретайте велосипеды, да, то есть, соблюдайте дубликацию, это, ну, посмотрите любое видео, везде об этом будут вам говорить, что дубликация очень важна в сетевом бизнесе, не бойтесь экспериментировать в общении, то есть, например, ведете переписку, но не получается переписка писать, ну, пообщайтесь голосом, сейчас сколько возможностей, возьмите номер телефона, позвоните, если вы понимаете, для чего вы это делаете, вы научитесь, у вас будет стремление научиться, да, ошибок в этом бизнесе не бывает, есть только опыт, и нету такого, что я сделал правильно, я неправильно, все делают чисто, каждый индивидуально, потому что, ну, все мы разные, да, и, как бы, одинаковых нету, идеалов, не слушайте мнения других, возьмите ответственность за свой результат, то есть, здесь уже, как бы, зависит все от вас, и, в принципе, если вы видите перспективы, факты конкретные, которые вас здесь, в компании, приведут к результату, к успеху, к большим доходам, отбросили, все, работаем дальше, ну, это чисто мое, да, а там уже у каждого может быть по-разному, вот, ну, и понятно, что если где-то что-то плохое услышали, не потрудитесь, ну, не поленитесь, точнее, это все проверить, на самом деле ли это так, и проверить, ну, не просто каких-то, на каких-то сплетнях, а информацию возьмите, ну, официальную вот эту, которую дает компания, где в договорах все прописано, я не знаю, там, на сайте, на техподдержке, то есть, как бы, разберите, найдите социальные подтверждения тому, что это может быть или так, или совсем не так, да, а потом уже, как бы, решайте, принимайте то, что говорят, или нет, перестаньте ныть, и начинайте больше делать, и систематично, семья есть у всех, дети есть у всех, работа, помимо джерелей тоже есть у всех, но люди растут, и несмотря ни на семеро детей, и несмотря на то, что работа наемная, да, или несмотря на то, что дома человек больной лежит, за которым ухаживать надо, и тоже ребенок маленький, который постоянно бегает, куда-то лезет, поэтому, ну, здесь все зависит только от вас, и система работы, система действий, не будет системы регулярности в работе каждый день, не будет результата, не стоит тратить время, развивайте лидерство, то есть смотрим видео, общаемся больше с командой, посещаем видео, вебинары, которые проводят и компании, сейчас наши бизнес-тренеры рассказывают много фишек в работе, и с командой, и по рекрутину, то есть это все обязательно нужно посещать, учиться, учиться и учиться, то есть это все через обучение, да, работаем, зарабатываем, и параллельно учимся, если руки опускаются, рождаются сомнения, обращаемся к наставникам, да, за помощью, вспоминаем, зачем сюда пришли, ищем какие-то доказательства, подтверждения, так это или не так, да, и работаем дальше или не работаем, вот, джерелья изменила мою жизнь, скажу, уже даже на этом этапе, и очень даже сильно, потому что уже я работаю дома, по 3-4 часа в день, я не бегаю на работу, я развиваю бизнес, о котором всегда мечтала, да, бизнес удаленный, дома, то есть не нужно никуда бегать, вот, есть у меня сейчас статус, престижная профессия, сейчас даже вот родственники, последние выходные были, а где ты там работаешь, что ты там дома, ну, это как бы такое, я говорю, директор в компании джереля, что такое сразу, да, как бы, уже, ну, меняется дальше отношение, общение со мной, ну, как-то уже подром, потому что реально человек работает, вот, ну, кто-то может быть в интернете где-то что-то видел, и как бы, уже те девочки, с которыми раньше мы там дружили, общались, да, сейчас спрашивают, больше так интересуются, так бы на связь выходят, ну, раньше, ну, может, по каким-то причинам, но все равно, оно какое-то влияние дает, да, и это классно, стало увереннее в себе, раньше, вот, были моменты такие, да, что то боялась делать, то боялась, да, сейчас как бы такое уже уходит, потому что, постоянно общаешься с людьми, работаешь, и в открыто все, да, оно тоже, это все дает уверенности, плюс результат, ты гордишься собой, ты гордишься командой, у тебя, ну, как бы себя нужно ценить, и за это тогда, соответственно, будет у вас уверенность в себе, вот, также подарила компания мне уверенность в завтрашнем дне, то есть, я уже понимаю, что, как бы, завтра я могу без денег не остаться, потому что нормальный доход, да, мне не надо сидеть, высчитывать там, куда, что, как, ну, понятно, это бюджет есть, но уже не так стянут пояс, как бы, это было раньше, да, на детские деньги, или, там, на зарплату в 3 тысячи, и квартира в 2 тысячи, то, как бы, жить за тысячу, тоже не вариант, вот, я купила себе новый компьютер, оделась, да, оделась мы дома с семьей, поэтому, ну, в принципе, как бы, не с помощью мужа, но какую-то часть все равно ты вкладываешь, уже помогаешь семье, вот, изменила полностью взгляды на жизнь, почувствовала свободу, что это такое, да, вообще, вкус красивой жизни, ну, что я имею ввиду, ведь, имею ввиду то, что захотелось ты пошел сделать, потому что сейчас без денег, много чего мы теряем, да, и мы не видим вот эти красочную жизнь, вот эту, вот, то, что нету возможности, ну, ладно, все, а так пошел себе в салон, пошел себе ногти там сделать, пошел там, куда-то ребенка сводил, в кафешке посидели, да, но все равно это уже, так раньше не жили, и это уже хорошо, ну, а дальше еще ждут нас перспективы, большие, да, вот, общение с интересными людьми, возможность обучаться у профессионалов, общение с успешными людьми, сейчас в компанию к нам пришли тренера, которые реально нас обучают, делятся бесплатно своим опытом, и после общения с ними, или там с директорами, которые уже со стажем 30 лет, 20 в сетевом бизнесе, да, как бы это уже опыт, багаж знаний, и эти люди просто, вот такие, я не знаю, ну, энергетики, ну, вообще классно, мне лично нравится, это совсем другой мир, ну, как другой мир, да, другие люди тебя окружают, вот этот позитив постоянный, ну, я думаю, вы меня понимаете, да, поэтому, в принципе, как бы к этому, я, ну, точно уверена, что можно стремиться, это как такое дополнение, помимо того, что зарабатывать хорошие деньги, вот, ну, в принципе, у меня на этом все, да, чем хотела, тем поделилась, вот, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, может быть, задавайте, вот, скажу еще, пишите пока, я еще расскажу, что мы все-таки каждый день, да, проводим вебинары обучающие для команды, вот, в 11 часов дня каждый день, помимо субботы и воскресенья, наши лидеры команды будут с вами делиться фишками работы, мы будем рассказывать свои истории, да, какие-то методы рекрутинга, и маркетинг планы, зарплаты, планирование, то есть это все мы будем с вами разбирать, поэтому планируйте свое время заранее, приглашайте свою команду на вебинары, ходите сами обязательно в онлайн, и обучайтесь, да, зарабатывайте, потому что мы заинтересованы вас в этом обучить, вот, вопросов нету, да, спасибо и вам, что пришли, если вопросов нету, будут, если вдруг там, задавайте, пишите в чате, да, в личных сообщениях, кто-то что-то пишет, все, я поняла, хорошо, все, всем хорошего дня, желаю, да, всем активного рекрутинга, стремительного роста, все, всем пока-пока, встретимся в следующих видеороликах и вебинарах, и в следующих видеороликах,